здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал как в исландии банкиров послали на значит хочу поздравить всех с наступающим новым годом желаю чтобы в новом году наш народ российский наконец-то соединился чтобы мы все перестали грызться по любым пустякам чтобы мы наконец объединились и сделали так как это сделали в исландии давайте я вам об этом кое-что зачитаю вот такая вот статья история о непрекращающейся революции в исландии является ярким примером того как мало наши сми рассказывают нам о мире рассказывают нам о мире в 2008 году в начале финансового кризиса исландия в буквальном смысле обанкротилась причины были упомянуты лишь вскользь и с тех пор этот малоизвестный член европейского союза что называется пропал с радаров во мере того как одна за другой европейские страны оказываются под угрозой банкротства что угрожает существованию евро что опять же окажет самые различные последствия для всего мира последнее чего власть имущий желали бы это чтобы исландия стала примером для других в 2003 году долг исландии равнялся 200 процентам от ее в нп а в 2007 году составил 900 процентов мировой финансовый кризис 2008 года стал смертельным ударом три главных слесладских банка ландбанки картинг и гитнир всплыли вверх брюхом и были национализированы а крона потеряла 85 процентов своей стоимости по отношению к евро в конце года исландия объявила банкротство вопреки тому что следовало ожидать в процессе непосредственного применения демократии кризис привел исландцев к восстановлению их суверенных прав что в итоге привело к новой конституции протесты и беспорядки в конце концов заставили правительство уйти в отставку выборы были передвинуты на 2009 год в результате чего власти к власти пришла левая коалиция которая осудила неолиберальную экономическую систему но сразу же сдалась требований но сразу же сдалась требованием к исландии погасить в общей сложности три с половиной миллиарда евро это требовало чтобы каждый житель исландии ежемесячно платил 100 евро в течение 15 лет чтобы погасить долги понесенные частными лицами по отношению к другим частным лицам это была та соломинка которая переломила верблюду спину то что случилось потом было экстраординарным мнение в том что граждане должны платить за ошибки финансовой монополии что целая страна должна быть обложена данью чтобы погасить частные долги изменило отношения между гражданами и их политическими институтами и в итоге привело к тому что лидеры исландии заняли сторону своих избирателей глава государства олафур рагнар гримсон отказался ратифицировать закон который сделал бы граждан исландии ответственными за долги исландских банкиров и согласился созвать референдум разумеется международное сообщество только увеличило давление на исландию британия и голландия грозили ся суровыми репрессиями которые приведут к изоляции страны когда исландцы собрались голосовать мвф угрожал лишить страну любой своей помощи британское правительство грозилось заморозить сбережения и текущие счета исландцев как говорит гримсон нам говорили что если мы не примем условия международного сообщества то станем северной кубой но если мы и но если бы мы согласились то стали бы северном гаити в мартовском референдуме 2010 года и 93 процента проголосовали против выплаты долгов мвф против выплаты долгов мвф немедленно заморозил кредитование но революцию о которой практически не писали мейнстрим сми было не запугать при поддержке разгневанных граждан правительство инициировала гражданские уголовные расследования в отношении лиц ответственных за финансовый кризис интерпол выдал международный ордер на арест бывшего президента банка каптинг сего сего дура и нарсона а другие банкиры также причастны к раку бежали из страны но исландцы не остановились на достигнутом они решили принять новую конституцию которая освободила бы страну от власти международных финансов и виртуальных денег чтобы написать новую конституцию народ исландии избрал 25 граждан из числа 522 взрослых не принадлежащих ни к какой политической партии которых рекомендовали как минимум 30 граждан этот документ был делом рук не горских политиков а был написан в интернете учредительные заседания проводились онлайн и граждане могли писать свои комментарии и вносить предложения своими глазами наблюдая каких конституция постепенно обретает форму конституция которая в конечном итоге родилась в рамках такого народного участия будет представлена в парламент на утверждение после следующих выборов сегодня те же решения предлагаются другим народам народу греции говорят что приватизация их государственного сектора является единственным решением то же самое грозит и итальянцам испанцам португальцам пусть глянут на исландию на их отказ подчиниться и не странным интересам когда крохотная страна громко и ясно заявила что их народ является суверенным ссылку оставляю здесь вот автор оставил ссылочку на более расширенный вариант заходите читайте на здоровье поздравляю всех с наступающим новым годом желаю чтобы в следующем новом году наш народ наконец-то объединился стал бы участвовать активней в политической жизни я думаю что мы можем сделать так же как это сделали исландцы с наступающим новым годом ребята до свидания до сих пор в следующий vídeo до сих пор inters разбор Champions